Спасибо, Алмаз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию пресс-конференций с участием Акимов областей и городов республиканского значения, посвященных территориальному развитию в рамках послания главы государства. И сегодня у нас в гостях Аким Акмолинской области Маржикпаев Ермек Буранбаевич. Ермек Буранбаев, ахпарат тагаламзга хошкельдиныс, сёсцы генуэзмзде. Рахмет, хормет баспасы өз конференциясына қатшылар, мемлекет башысы Қасымшы Март Кимел үлтұқы, өзінің Қазақстан қалқын арнаған жаңа жағдайда Қазақстан үс қимел кезең атты жолдауында экономикалық өсімді қамтымасы ету және азаматтарын өмір сүру деген көтері бойынша нақтылы міндеттерді айқындап берді. Алға қойға міндеттерді және дағдарстан кейінгі дамудың басымдылқа ие бағыттарын іске асыра отырып, біздің өнір жалғасып келері жатқан пандемияға және соған байланысты шек түлерге қарамастан дамудың 10 серпіні сақтап қалды. Алға қаға қындай қаға қайлы қан қайты қындай 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 және айтқындай. Және айтқындай қындай қындай. По итогам 10 месяцев по многим направлениям экономики, как видно на слайде, выполнены все плановые индикаторы, драйвером экономической активности стал рост инвестиций, поэтому показатель наша область находится в тройке лучших регионов. С начала года в экономику направлено порядка 300 миллиардов тенге, что на 23% больше уровня прошлого года. Всесторонняя поддержка в рамках антикризисных мер оказывается малому и среднему бизнесу. В частности, более 20 тысяч субъектов получили налоговые пославления и отсрочки по кредитам. Для восстановления их деловой активности в рамках только двух государственных программ выделено более 7 миллиардов тенге, как это видно на слайде. По дорожной карте бизнеса господдержку получили 300 предпринимателей. По программе ЕМБЕК выдано свыше 800 микрокредитов и 700 безвозмездных грантов. Региональный бизнес активно участвует в программе экономика простых вещей. В этом году профинансировано 120 бизнес-проектов на 15 миллиардов тенге, это втрое больше прошлого года. Осуществление проектов позволит открыть дополнительно 1300 новых рабочих мест. Возможности трудоустройства появилось в ходе реализации дорожной карты занятости, в рамках которой создано около 10 тысяч рабочих мест. В целом, за счет реализации различных программ на рынке труда создано более 21 тысяч рабочих мест, из них 13 постоянных. И, конечно, благодаря поддержке нашего Ельбаса фондом «Бергемес» оказана огромная финансовая помощь 26 тысячам лиц и социально уязвимых слоев населения области на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге. Работая в непростых условиях, акмолинские предприятия продолжают активно инвестировать в свои средства, модернизацию производства. В этом году объемы инвестиций превысили прошлогодний уровень более чем на треть. По карте индустриализации реализуется 38 проектов общей стоимостью 276 миллиардов тенге. 14 из них завершаются в этом году. Важный проект реализован в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Этому направлению мы придаем очень большое значение, учитывая потенциал и специализацию нашего региона. Обширную линейку сельскохозяйственной и коммунальной техники на протяжении трех лет производит ТО «КАИК». Порядка 20 модификаций с уровнем локализации от 50 до 90%. Теперь же номенклатура сельскохозтехники еще расширилась. Проведена реорганизация проставящих комбайнового завода. Новое предприятие «Казрос и инжиниринг» инвестировало в проект более 7,5 миллиардов тенге, увеличив мощности до 800 единиц в год. С начала года данным предприятием собрано 440 единиц зерново-боршных комбайнов «Вектор» и «Акрос». Развивается в регионе строительная индустрия. С реализацией госпрогаммы индустриального инновационного развития объем производства кирпича в натуральном выражении вырос более чем в 7 раз. Сегодня мы производим около 500 тысяч кубов кирпича. В связи с имеющим спросом крупный завод «Енки» расширил производственные мощности до 90 миллионов штук. Это один из самых крупнейших заводов в нашей стране. Помимо этого реализуются еще 4 проекта с суммарно годовой мощностью 60 миллионов. Все эти проекты позволят в течение двух лет закрыть потребность региона в строительном кирпиче. Ряд предприятий начали выпускать продукцию, крайне необходимую сейчас в условиях продолжающейся пандемии. Налажено массовое производство защитных масок, антисептиков, других дезинфицирующих средств. Завод «Тонос» из-за большой потребности увеличил производство аппаратов ИВЛ более чем в 10 раз и на сегодня реализовал более 800 аппаратов. Новое направление региона – развитие альтернативной энергетики в рамках концепции перехода страны к зеленой энергетике. В этом году с участием российской компании «Хэвилл» реализован проект с использованием энергии Солнца, построенной в солнечной электростанции «Нура» на 100 мегаватт. Это крупнейший по мощности и вложенным средствам энергообъект, в который инвестировано более 30 миллиардов тенге. Близится к завершению строительства второй очереди ветровой электростанции на 50 мегаватт. Общая мощность двух комплексов составит 100 мегаватт. С учетом солнечной электростанции всех ветровых проектов наш регион будет располагать альтернативными энергоисточниками общей мощностью более 500 мегаватт. Нишевые проекты реализуются и в горно-металлургической промышленности. В ближайшей перспективе ввод двух золотоизвлекательных фабрик позволит увеличить производство золота и его долю в общереспубликанском объеме до 35%. Агролық сектор – «Онеркасып» и «Онерэкономикасы» негізе болып қалуда. Биылғы жылы мемлекеттік қолдау ретінде шаумен 74 миллиард тенге бөлінді. Осын арқасында «Ақмалық» декандар егін жинал науықан белгілген мерзімшінде өткізді. Ауыл шаруашлық дақылдарын барлық түрлері бойынша жақсы өнім жинап алдық. 5-2 миллион тонн астық жиналды. Бұл ретті санатлығы мен дэн манзлығы бойынша егін сапасы өткен жылға қаранда жоғары. С целью развития животноводства создано 97 мясных, 18 молочно-товарных ферм. У наших отечественных племхозяйств приявлено более 9,5 тысяч голов высокопродуктивного скота. Перспектива развития молочного скотоводства связана со строительством 4 крупных молочно-товарных ферм мощностью, как это видно на экране, не менее 1000 голов КРС каждая. Осуществление планов позволит повысить загрузку мясокомбинатов до 80, малокоперебатыш предприятий до 70%, что важно для наполнения продовольственного рынка социально значимым продуктами собственного производства, вполне конкурентами по качеству и по цене. Существенные возможности импортозамещения появятся при полной реализации масштабного проекта строительства Макинской пацифабрики с замкнутым циклом производства от инкубатора до завода по переработке мощностью 100 тысяч тонн куриного мяса в год. Какой экономический эффект мы получим? Первое. Проект ориентирован на обеспечение потребностей всего Казахстана. Если вводом первой очереди доля производства мяса птиц в руссканском объеме выросла с 10 до 24%, с реализацией второй очереди показатель достигнет 30%. В третьей очереди строительство, запланированное на 2022 год, позволит достичь целевой мощности в 100 тысяч тонн и создать более 2 тысяч новых рабочих мест. Находясь в зоне продовольственного пояса в столице, проект не только обеспечит регулярную поставку мяса птиц, но и позволит значительно расширить экспортный потенциал региона. Помимо Макинской пацифабрики, в рамках развития продовольственного пояса в регионе реализуется 41 проект на 34 миллиарда тенге. Эти и другие планируемые к воду производства станут новыми точками роста в посткризисный период, а для рядовых окмолицев это рабочие места. Инвестиционные проекты в ближайшие три года обеспечивают постоянной работой почти 5,5 тысяч человек. Тургүни құрылсын саласында да 10 қарқын сақталуда нұрлы жер бағдарылмасы іске асырылған сәтінен бастап, 3 жылда шамамен 1,5 миллион шарши метр тургүни салынды. 13 тысяч ахмолық қытпасылар пәтер мәселесіні шешті. Бейлғы жылға жоспарланған 570 тысяч шарши метрден, метрден ал, ол 5 тысяч анастан пәтер, бұңтанда, төртшу сүйелі бесмін шарши метр пәдалғанға берльдэ. За счет государственных инвестиций строится 30 арендных и 13 кредитных домов. Причем строительство доступного жилья охвачено практически все районные центры области. Для социально уязвимых категорий семей планируем распределить 500 арендных квартир. Помимо этого, по программе Баха Тотпаса обладателями льготного жилья стали 175 семей. Ахмолинцы продолжают активно участвовать в программе 7-20-25, одобрено 910 заявок на сумму более 8 миллиардов тенге, то есть 910 семей приобрели себе крышу над головой. Что касается дорожной инфраструктуры, в этом году мы отремонтировали почти 700 километров дорог местного значения. Это на 35 процентов больше, чем в прошлом году. Из них в рамках дорожной карты занятости 250 километров. Хочу отметить, что за три последних года, включая нынешний, мы привели в хорошее состояние, более полутора тысяч километров местных дорог, из них порядка 800 в сельской местности. Вопросы водообеспечения волнуют каждого жителя, поскольку все мы являемся ее потребителями. В текущем году проекты по строительству и ремонту систем водоснабжения реализуются в 54 населенных пунктах. По завершению проектов 30 тысяч сельских жителей будут обеспечены централизованным водоснабжением. Уровень охвата достигнет 83 процентов. В рамках дорожной карты по развитию системы водоснабжения, разработанной до 2023 года, в 118 населенных пунктах планируется строительство водопроводных сетей. В 60 малых селах мы установим блок-модули. Продолжение следует... Планомерно решаем вопросы трехсменных школ. Их у нас 12 в области. До конца года планируется вот трех школ в Целеноградском районе. Это села Силе Коянды, Хажмукан, Хараменды, Батыра. Это позволит решить проблему 50 процентов школ трехсменных. Также в трех школах города Кокшетау решим вопросы. В следующем году планируем завершить строительство еще четырех школ на 2000 мест. Это в селе Хошше, Атемис, в селе Отемис Целеноградского района и в селе Жебек-Жилы и Жалтыр-Коль Аршалынского района. Благодаря дорожной карте занятости программа ОЛЕЛБСГ отремонтировано 148 объектов образования. То есть каждая четвертая школа области была отремонтирована. В системе здравоохранения перевораченная задача сегодня обеспечения стабильной эпидемиологической обстановки. Для этого в регионе принимаются все возможные действенные меры и ограничения. Сегодня у нас работают шесть лабораторий для ПЦР-анализов. Резервная мощность лабораторий позволяет при необходимости увеличить до семи тестов в сутки. Сегодня мы проводим порядка полутора-двух тысяч. Развернуто более тысячи коек, в резерве имеется пять тысяч. В короткие сроки построена новая инфекционная больница на 200 мест. Штат укомплектован, сейчас медучреждения принимают больных. К сведению сказать, там же буквально за две недели работы на свет появилось трое здоровых малышей. Урожения с коронавирусом инфекцией роды прошли без осложнений. Большая работа в регионе проведена по укреплению материально-технической базы медучреждений. Безусловно, при огромной поддержке нашего правительства. В частности, два с половиной раза увеличили количество аппаратов ИВЛ. В пять раз кислородных концентраторов. Дополнительно закуплено четыре рентген-аппарата. В районных больницах сегодня у нас 11 передвижных диагностических комплексов, что позволит расширить радиус обслуживания наших сел. Автопарк скорой помощи пополнился 60 новыми автомашинами. Очень важно, что не остается без внимания. Действительно, самоотверженный труд наших медиков. По поручению президента страны, более чем 4 тысячам медработников выплачены отбавки на общую сумму более 3 миллиардов тенге. В целом, объем финансирования на борьбу с коронавирусом составил более 15 миллиардов. Продолжается работа по строительству других объектов здравоохранения. Завершается строительство онкологической больницы в городе Кукши-Тау. Продолжается строительство поликлиники в селе Коше. Заканчиваются капитальные ремонты районных больниц села Сан-Дыхтау, Астраханка, Егин-де-Коль. Масштабный проект, который вошел на стадию практического воплощения строительства современной многопрофильной больницы на 630 мест в городе Кукши-Тау. На данный момент проект детальной планировки по строительству объекта находится на утверждении. Жаппай және баллармен жасып өспіріндер спортында мұтымаселесіде назардан тыс қалған жоқ. Эфра құрылым жыл сайын жана қазырғы заманға объектлермен толықтырлыуда, белғы жылы денешынықтыру-сауықтыру кешендері ЕКаудан орталығы Аршалы Кентмен Степняк қалысында пайда болды. Тағы 3 объектнің құрылысы жүргілуде Ахмол ауында есіл және ерментау қалылары объектлер келесі жыл пайдауынға берлетін болады. Сондаяқ келесі жылдан бастап, қош шауында спортық сауықтыру кешендері және шүргілуде қаласында спорт сарайын құрылысын бастауды жоспарлып отырмыз. Жана жобаларын ескере отырып, жуыққы арада облыста 14 жана спорт кешендері жұмыс істейтін болады. Большой увнимание рукосымыз тарыны үделяесі престоличным населеным пунктам. В рамках общественного плана развития окраин на инфраструктурные проекты направлено 18 миллиардов тенге. Дополнитель подорожной карты занятостей выделено более 7 миллиардов. Общий объем финансирования в этом году составляет более 25 миллиардов тенге. Просто хотелось бы отметить и показать динамику роста вложенных инвестиций в развитие престоличной зоны. Если в 2017 году было вложено около 8 миллиардов тенге, в 2018 году 9,5 миллиардов. В 2019 финансирование было увеличено до 18, в этом году, как я уже сказал, 25 миллиардов тенге. Таким образом, в этом году отремонтировано 28 внутрипоселковых дорог, построено будет 200 километров водопроводных сетей. Централизованное водоснабжение появится в пяти селах Цельноградского района. Хажмухан, Шубар, Жанажол, Тонкерес, Фарфоровый. В числе социальных объектов открытие Цельноградского района четырех новых школ, о которых я сказал выше, трех из которых цель ликвидации трехсменного обучения. В рамках следующего, уже третьего этапа реализации комплексного плана планируется отремонтировать 430 километров сельских дорог. За счет строительства новых подстанций будет решено вопрос электроснабжения 4 тысяч абонентов пригородных сел. Еще в десяти населенных пунктах появится централизованная вода. Будут построены три сельские школы на 900 мест, Жибек-Жолы, Жалтер-Коль, Шубар. Несмотря на то, что многое делается, села пригорода очень быстро растут, соответственно, требуется дополнительная инфраструктура, и все сразу, конечно же, решить невозможно. В целом, в предстоящие три года планируется реализовать 48 проектов на 78 миллиардов деньги. В условиях пандемии туробъекты Щучинской и Бородской курортной зоны продолжают свою деятельность, соблюдение всех санитарных норм. Для этого мы запустили систему бронирования через туристический информационный центр. То есть любой турист мог забронировать себе номер и проехать через блокпосты к местам отдыха. Как вы знаете, с целью поддержки туристического бизнеса государством предоставлены отсрочки по налоговым платежам, действующим кредитам. Также в программу экономика простых вещей включено льготное кредитование сферы туризма. Все эти меры позволили уже во втором полугодии увеличить заполняемость номерного фонда до 70%. Наряду с этим проводилась работа по строительству новых объектов туризма, завершенного строительства многофункционального комплекса «Променад Бурабай». Также в курортной зоне появились малые архитурные формы, смотровые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, благоустроенные туристические маршруты. Появился вокал-парк на территории «Дискавери». Ко всему поручу построено колесо обозрения с опутствующим аттракционом вокруг. Местом протяжения туристов станет поляна Аблайхана, где завершается строительство экспозиционного комплекса. Это мультимедийное культурно-выставочное пространство, не имеющее аналога в стране. В целом порядка 13 миллиардов тенге вложили частные инвесторы на осуществление инвестиционных проектов. Мы же, как местный исполнительный орган, обеспечиваем зону отдыха инженерной дорожной инфраструктурой. На эти цели в рамках плана развития Хищево-Бородской крупной зоны в текущем году выделено более 4 миллиардов тенге. Большое внимание, конечно же, уделяется развитию областного центра города Кокшетау. Из года в год меняется не только его внешний облик, но и повышается качество жизни наших горожан. Решаются вопросы дорог, теплоснабжения, системы образования и здравоохранения. Проводится работа по благоустройству. Внутри дворовых территорий идет активная застройка жилых домов. В целом за 10 месяцев текущего года экономику города универсировано порядка 60 миллиардов тенге. Это вдвое больше объемов инвестиций, чем в два года назад. Масштабы таких работ связаны и с проведением предстоящего форума. Одним из ключевых объектов является построен новый дворец детства и юношества в Балашах-Сарае, ставший одним из достопримечателей нашего города. Совершенно новые крупномасштабные проекты – это набережные, наши дороги. Благодаря государственной поддержке кардинально меняется облик и инструктура всей территории города. По нынешним планам строительство набережной ведется до улицы Кинесары. На слайде очень хорошо видно, вот наша набережная, хорошо обустроенная она у нас. Проделана огромная работа по монобизации общественного транспорта. Проект реализуется в рамках государственного частного партнерства. Буквально на днях Кокшетавский автобусный парк пополнится еще 56 современными пассажирскими автобусами. В прошлом году мы приобрели 44 единицы. Все, что делается нами, все это направлено на улучшение жизни граждан, создание комфортных условий проживания. Барлык, ския салжаткан жобалар, сёсы с тургандаргарналган, был жерде имиджик, мансаптых жобалар жок. Хрометте, Букаралк акпарат, Куралдар, Нюкальдеры, Ирмек Буранбаевич, Осенью этого года в Кокшетау должен был пройти форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном, планируемый как одно из ключевых событий международного уровня. Какие позитивные изменения произошли в городе и области в рамках подготовительной работы к форуму? Проведена очень большая работа по подготовке к форуму межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. Наверное, особой достопримечательностью нашего города, областного центра, является дворец детства и юношества, который мы назвали Булашах-Сарая. Это уникальный в своем роде получился объект, он не только внутренне, очень хорошее содержание, но и внешне стал архитектурным украшением нашего города. То есть он оснащен очень хорошим оборудованием, инновационным оборудованием. У нас там серьезные лабораторные кабинеты, хорошая техника. Все есть для того, чтобы дети занимались по направлениям. Первое – это экология, физика, химия, математика. Вот такие направления мы выбрали. Кроме этого, там корпус А, который я назвал, это наука наша. Кроме этого корпус ИБ, все сделано для того, чтобы наши дети занимались спортом. Там у нас огромный спортивный зал, два бассейна, один большой, второй чуть поменее. Кроме этого, у нас там хорошие тренажерные залы будут, танцевальные помещения, помещения для хореографии. Кроме этого, мы особое внимание уделили для детей, особенных детей, скажем так, которым приготовлена сенсорная комната. Свои будут уголки, и специально готовим преподавателей. К сведению сказать, сегодня мы укомплектовываем штат, набираем туда очень креативных, молодых, ищущих специалистов. Вот укомплектовали 50%, это 60 специалистов. Но вообще в день 1200 учеников там будут у нас обучаться. Кроме этого, на сегодняшний день уже 460 детишек, правда, занимаются дистанционно, робототехникой, другими видами уже готовятся к тому, чтобы прийти и заниматься в нашем Балшах-Сарее. Кроме этого, мы очень серьезно подтянули наш город. Основная проблема нашего города, она известна, это наша инженерия, наши сети. В этом году мы наконец-то расширили магистральную сеть. Из 800 миллиметров она стала у нас тысячная, она была у нас уложена еще в 70-е годы, привели в порядок. Кроме этого, тепло подтянули в новые микрорайоны, там, где Балшах-Сарай у нас располагается, это Сарарка. Подтянули Кокте, микрорайон Васильковский. Там сегодня теплоснабжение будет, конечно, совсем другого уровня. Кроме этого, хотелось бы отдельно сказать по дорожному строительству. Мы расширили проспект Назарбаева, он у нас был двухполосный, стал четырехполосный. С двух сторон он у нас сегодня тротуарный, будут у нас, скажем так, тротуары. Кроме этого, впервые в городе у нас появились велосипедные дорожки, освещенные к тому же, длина которых у нас более четырех километров. Хотелось бы сказать, предмет особой гордости наших горожан, которые долго ждали, наверное, у нас появилась своя набережная, вот как сейчас показывали на слайде, великолепная набережная, в которой у нас очень много интересных вещей. Это спортивные площадки, это воркаут-площадки, это тренажерные. Кроме этого, очень много мест, которые мы отвели для молодежи, то есть все для того, чтобы люди приходили и получали, проводили там досуг, все у нас есть. Кроме этого, мы построили два огромных моста, идет благоустройство озера Хопы. Вот мы сегодня отбиваем озеро Хопу дорогой, о которой я сказал, она будет у нас дальше продолжаться. То есть такие работы у нас по городу продолжаются. Спасибо за ответ. А прямо сейчас с нами представители средств массовой информации на видеосвязи, и они готовы задать свои вопросы. Первые свои вопросы задает Айнур Коскина, Вести Кейджи. Айнур, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, Ваше вопрос. Здравствуйте. У меня первый вопрос связан с тем, что Акмолинская область входит в красную зону по обстановке с коронавирусом. И поэтому два составляющих этого вопроса. Первый, президент назвал Акмолинскую область в числе тех, кто скрывал статистику по КВИ. Сколько случаев было, выявили ли вы случаи сокрытия, сколько действительно их было, и включены ли они уже в официальную статистику, и почему это произошло. Вторая составляющая вопроса касается аппаратов ИВЛ, которые были, казахстанско-турецкого производства, которые поставлялись через министерство призмеир. Скажите, получили ли вы эти аппараты и сколько штук? И нет ли нареканий к ним? Ну, наверное, с последнего вопроса начнем отвечать. На самом деле, государством оказана огромная поддержка, лично президентам, обеспечением регионов всем необходимым. Это и передвижные комплексы, которые сегодня у нас 11, которые сегодня обеспечивают самые дальние аулы медицинской помощью. Это автомашины скорой помощи, которых буквально мы на днях получили 60 автомашин. Кроме этого, оборудование, различные оборудования на приличные суммы, в том числе аппараты ИВЛ, о которых вы спрашиваете. Мы получили 60 аппаратов ИВЛ. Все они у нас установлены. Все в рабочем состоянии, тестированные данных аппаратов мы провели. Но если говорить про КВИ, сегодня действительно мы вошли в красную зону. Сегодня у нас 4950. Дневной прирост в среднем 65-70 человек. Но это прежде всего, я так полагаю, что соседних регионов очаги приходят к нам. Кроме этого, мы сегодня в борьбе уже с пандемией, мы сегодня закрыли город Кокшетау санитарными постами, начиная с 23-го, с 7-го ноября. А с 23-го ноября мы, как вошли в красную зону, мы усилили данную ситуацию. По сокрытию фактов Айнура, хочу сказать, это объективная критика президента. Дело в том, что на самом деле штат нашего областного СЭС составляет всего 12 человек. И когда идет массовое, скажем так, заболевание, мы не успеваем обрабатывать. Есть такие вот моменты, поэтому порядка 100 случаев мы не успевали их оформить. Критика президента, она объективная и правильная. Поэтому мы сегодня сделали все для того, чтобы статистика была правильная и верная. Айнура? Уточняющий вопрос. Сколько все-таки случаев было сокрыто? И вошли ли они в официальную статистику? И почему это произошло? Они вошли в официальную статистику 100 случаев, которые были мимо статистики. Мы их включили в статистику. И по аппаратам ИВЛ, скажите, пожалуйста, вот из 60 вы получили, вы ими пользуетесь? Потому что все остальные активы, которые были до этого, они говорят, что в принципе не надо ввести. В целом, Айнура, я немножко расширю тогда свой ответ, наверное, да, когда началась пандемия в марте месяца, но это не секрет, наверное, многие из нас не были готовы, в том числе и наша область. И вот за короткое время у нас было 125 аппаратов ИВЛ, за короткое время сегодня у нас 475 аппаратов ИВЛ. Мы очень много приобрели за счет местного бюджета. Кроме этого, на территории нашего города располагается завод Танас, который выпускает портативные, скажем так, аппараты ИВЛ. Они нам подарили 20 аппаратов, 65 мы приобрели у них. Кроме этого, вот эти 60 аппаратов, о которых речь идет, я так полагаю, я так понимаю, они у нас установлены. Мы провели тестирование, но к нашей радости, наверное, они еще, скажем так, не используются, в связи с тем, что пока потребностей таковой нет. Аппаратов у нас сегодня мы увеличили в 2,5 раза. К слову сказать, кислородные концентраторы, если у нас их практически не было, то сегодня 600 кислородных концентраторов, 34 рентген-аппарата, вот из них, скажем так, порядка 20% мы в этом году приобрели. То есть большую работу мы проделали для, скажем так, для борьбы и стабилизации ситуации по коронавирусу. Спасибо, Жан. Да, сегодня еще дополню, Айнура, с сегодняшнего дня мы закрываем город Степногорск. Вот такие же мероприятия, как город Кокширтау, будут и в городе Степногорск. Будем усилять. Почему? Потому что сегодня оттуда у нас от 15 до 20 фактов ежедневно. И второй вопрос касается поселка Жахсы районного центра. Там есть месторождение марганцевых руд, которое было разработано, получается, Таукен Самрук, и потом продано инвестору. На тот момент, когда Таукен Самрук ввел разработку, чтобы продать дальнейшую продажу, сделать поселок Жахсы, у него были одни границы. И никто не уведомлял, что эти границы изменятся. Но когда пришел инвестор, в срочном порядке почему-то Акимат Жахсы решил изменить границы участка поселка. И что сейчас делает невозможную работу инвестора? Скажите, почему это произошло и почему заранее не было уведомления о том, что происходит? И как вообще вы оцениваете, это все-таки самоуправство со стороны Акимата? Или это какая-то долгосрочная работа, о которой просто не посчитали нужным известить? Ну, ситуацию по Жахсынскому району, касаемо Марганца, уже в течение года вся общественность Акиматской области обсуждает. Действительно, вопрос очень такой злободневный и важный. Сегодня идут судебные, скажем так, разбирательства в суде между данной компанией и местным исполнительным органом. Я думаю, в данной ситуации это самый правильный инструмент для решения вопросов. По изменению границ села Жахсы, я хочу сказать, да, действительно, в прошлом году изменили, не изменили, а утвердили границы села Жахсы, они не были утверждены, закрепили это все в управлении юстиции. По границам, которые были утверждены кадрастровым бюро еще в 2009 году, ничего не поменялось, границы поселка остались те же. Айнур, есть ли уточнение еще? А почему тогда, еще уточняющий вопрос, а почему тогда на момент, когда производились исследовательские работы у Кен Самрук, почему тогда не уведомляли о том, что будет изменено и что вот это вот месторождение войдет фактически в пределы участка, границ участка, участка населенного пункта? Айнур, давайте так, вот судебные разбирательства идут, я думаю, что это же состязательность своего рода, вот обе стороны говорят о том, что их волнует, какие есть вопросы, исходя из этого, потом уже дальше будем комментировать ситуацию, а то получается как будто давление на суд с нашей с вами стороны. Спасибо. 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 Головной болью стал и построенный автобан. Вопрос, когда придет цивилизация в поселок? Вопрос действительно такой злободневный. Жбинжилы, поселок, который разросся у нас, если в 2011 году там было население порядка 5000, то сегодня проживает более 20 тысяч. Действительно очень много инфраструктурных проблем. Но хотел сказать, что мы начали решать. С прошлого года мы ведем электроснабжение по микрорайонам данного поселка, в частности, в 4 микрорайоне. В будущем году этот проект завершится. Кроме этого, мы начали вести, занялись вопросами водоснабжения. Было выделено 536 миллионов тенге. В этом году, с прошлого года, двухлетний проект, в этом году мы его завершим в декабре месяце. Кроме этого, в прошлом году мы проложили 23 километра дорог. Эта работа у нас продолжается. То, что касается вопроса, действительно, там у нас установили блокпосты, платные, там, где надо оплачивать. У них неудобный был подъезд. Этот вопрос мы тоже решили. Провели внутреннюю дорогу, которая сегодня соединила этот 4 микрорайон с центральной дорогой. Ну, хотелось бы сказать, несколько расширить ответ на этот вопрос. Почему? Потому что аналогичных поселков у нас пригородной зоне очень много. Вот, в частности, это Хошше, это Талапкер, это Хоянда, еще ряд крупных поселков, которые находятся в аналогичной ситуации. Для того, чтобы нам провести туда, скажем так, сети, будь то электричество, будь то вода, будь то дороги, нужно сделать проект с медокументацией. На это уходит год. Некоторое время уходит на то, чтобы, скажем так, выбить средства, либо в местном бюджете, либо в лесуубликанском бюджете нужно заложить денежные средства. Исходя из этого, у нас полтора-два года уходит на до начала реализации проектов. Микрорайоны растут с очень, скажем так, большой, такой геометрической прогрессией. Поэтому где-то мы не успеваем с объектами социальной сферы, где-то мы не успеваем с инженерными сетями. Но хочу сказать, что действительно очень много делается. Я уже называл цифры, еще раз напомню. Если в 2017 году было 8 миллиардов, в 2018 году 8,5 миллиардов, в прошлом году, в 2019 году мы освоили 18 миллиардов, то в этом году порядка 25 миллиардов. То есть деньги тоже государство понимает ситуацию, ведет нам навстречу. Два комплексного плана пригорода у нас уже 11-й, 14-й, 15-й, 20-й уже завершаются. В данный момент совместно с Министерством национальной экономики мы защищаем проект комплексного плана третьего, благодаря которому будет, скажем так, дальнейшее, дальнейшее, огромное внимание государства пригорода Нур-Султана. Время нашей пресс-конференции, как нам известно, ограничено, поэтому мы просим отвечать коротко и лаконечно. Спасибо за понимание. Вопросы очень серьезные, волнуют очень многих наших телезрителей. Дальгазыр, бізбен бейне байланста Асылбек Данияр, Астана Телернасна. Асылбек, кайрлогын. Кайрлогын Маржан, рахмет сөзбергенне. Емек Мирза, менде алғаш косыра, ол сіз басқар ботырған облыста Селиноград деген аудан бар. Ол сіз басқар ботырған облыста Селиноград деген аудан бар. Сол ауданда медициналт қалыптарды өртейден актергруп деген кәсіп орын бар. Ол жалпы медициналт қалыптарды өртейден айлысатын кәсіп орынның жұмысына аудан тұрғындары 3 жылдан бер шағымдан деді. Біздің түсірлім топыда ол мәселе бойынша бірнеше түсірлім жұмыстарын жасады. Ауданның экология министрілігі жалпы бізге бірген жауапында сот шешіммен шықты, жабылады, жұмысын тоқтатты деген сияқты жауаптар берді. Деседе, қазір тұрғындар тағы да қабарласып жатыр. Деседе, қазір тұрғындар тағы да қабарласып жауаптар, жұмысын әлі де шалғастырып жатырды. Ол жергілікті, әкология, әкологтар жаңағы сес мамандары ол жүрде жаңағы ауаға бес күрлі олы заттар айтында аныттағады. Неліктен сіздер бір мардымды, бір нақты жұмыс жасай алмай жатыстар? Рақмет, нені бұл сұраққа жауап берсек. Талапкер ауыл туралы біз бүгін айттық, өте көп жол сұжасалды, 26 километр жол сұжасалдық, электроқұрылым жасау атырмыз. Осы мәселе туралы бұл өте мәні сұрақ, бір сағатын арасында біздің баспасөз қызметіміз сізге жауап беретін. Жазбаша түрде осы зауыт туралы. Құрсат босы. Асылбек, сіздің бұл сұрағыңызға баспасөз қызметінің адамдары бүгін міндетті түрде жауап береді. Келе сұрағыңыза көрсердіңіз? Құрсат бұл өте көрсердіңіздің біз бұл мәселе бойынша сіздің ауылдық ұқырып ке жаңағы, Құрсат бұл қырып ке жарғыңыз. На какой стадии вопрос по реализации проекта, реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города Кукшетау? Жалобы по качеству воды часто можно увидеть и в социальных сетях. Это очень серьезный вопрос для нашего областного центра. Действительно, вопрос такой, скажем так, который волнует всех жителей нашего города. Если по инфраструктуре, по другим вопросам, по теплоснабжению, по дорогам, вопрос решается, то по воде, еще начиная с 1986 года, когда наши аварийные сети были признаны, наши, вернее, сети водоснабжения были признаны аварийными, с тех пор, конечно, очень немало, вернее, немного сделано. Проект начал реализовываться в 2009-2010 году. Была изготовлена проектно-смертная документация на 60 тысяч кубов воды переработки. Сегодня этот проект прошел корректировку. Общая сумма, которая сегодня, скажем так, у нас вышла по корректировке 3,9 и 3,7 миллиарда в тенге. Мы решили этот проект вести за счет местного бюджета. В связи с тем, что несколько корректировок было, и цена увеличилась данного проекта. Это республиканский бюджет, ну, мы так договорились, поэтому с местного бюджета мы этот проект начали уже. Было выделено 250 миллионов тенге. Я думаю, что в 2022 году, проект очень дорогостоящий, в 2022 году мы этот проект сдадим и получим нормальную, хорошую, качественную воду в городе Кокштау. В одной из ваших публикаций поднимался вопрос по строительству Бузулукского водохранилища. Как обстоят дела сегодня по данному вопросу? Ая пишет, что проект позволил бы регулировать сток реки Есиль на всей протяженности и увеличить водные ресурсы для потребителей Акмолинской, Кустанайской и Североказахстанской областей. Интересный вопрос, действительно. Бузулукское водохранилище – это очень важный проект для нашей области, в частности, для юго-западной части. Для соседних наших областей – Кустанайская, Североказахстанская. Дело в том, что это будет такое же водохранилище, как и Астанинское водохранилище, Вячеславское, с таким же примерно объемом кубов – 350-400 миллионов кубов. Ну, во-первых, что это даст? Это даст нам дополнительную возможность готовиться к противоповодке мероприятиям. Вы прекрасно знаете, что тот регион у нас постоянно затапливает, очень серьезные последствия имеют быть. Кроме этого, это, скажем так, запасная пресная вода и для города Султан, и в целом для нашей страны. Но все мы понимаем прекрасно, что такое водохранилище – это поменяет экологию в целом в том регионе. Поменяет направление развития сельского хозяйства, то есть увеличатся пассивные площади под орошаемыми культурами. Вы прекрасно, многие, наверное, телезрители прекрасно знают, что орошаемые поля – это урожайность выше в 2,5-3 раза. Новую культуру появится, население начнет заниматься овощеводством. То есть это крайне необходимый, нужный проект. Сегодня этим проектом занимается Министерство экологии. Уже изготовлено технико-экономическое обоснование. Сегодня начато изготовление проекта с меддокументацией. Я думаю, что если все будет в порядке, к этому проекту мы приступим в 2022 году к реализации данного проекта. Но проект, конечно, это очень интересный и необходимый для нашего региона. Рахмет жауыбыңызға келесі сұрақтар Нысаннанғыл Қазақстан улттық арнасынан. Казақстан мен Ересей интимақтастық форумын өткізу пандемияға байланысты кейінге шегерлді. Сонымен форум қашан өткізледі? Енді пандемия жағдайна байланысты форум өткізу келес жыл, бірінші жарты жылықты өтетін болады. Дәл қазыр нақтақ парад жоқ. Оқушылар мен мектепке дейінгі орын тапшылығының мәселесін шешуге арналған құрлысы төрт жылдан астам уақыт жүргізіліп кележатқан Көкшетау қаласындағы Кұрасны Яр трассасының бойында оқу тәрбейлеу күшені проблемалық объект болып табылады. Құрлыс нормативтері бойынша ғимарат тоғызайда салыну өттейседі, алайда процес созылып кетті. Қазір объект құрлысы қай сатысында және ол қашан пайдалының оға беріледі? Қазір бұл құрлыс созылып кетті. Жоба 2013 жылы басталған. Фундаменттарын құрлысы дұрыс болмай. Қазір біз түзеті өткіздік, сұл түзеті аяқталып. Жұмыстары басталды. Ақша қаржат бөлінді. 600 миллион тенге келес жыл беріп өтіріміз. А сейчас на какой стадии данное строительство? Данное строительство на стадии трехэтажная школа. Мы заканчиваем коробку этой школы, установили окна, и начинается внутренняя отделка, штукатурка и так далее. Дело в том, что, как я сказал выше, фундаменты были, скажем так, при проектировании, была допущена ошибка фундаментов, пришлось эти фундаменты разбирать, собирать заново, и вот это время мы потеряли. Сегодня деньги и средства выделены. Стоимость проекта более миллиарда тенге. На сегодня у нас 600 миллионов есть для того, чтобы этот проект завершить. В будущем году, я думаю, к 1 сентября, наши дети пойдут в данную школу. Школа крайне необходима. В том регионе действительно серьезная проблема со школой. Благодарю за ответ. На очереди корреспондент Первого канала Евразия Адиль Болтабаев. Адиль, добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Ермей Бурамбович. У меня вопрос по поводу села в Зелендинском районе. Называется он Еликте. О его проблемах говорили не раз и местные телеканалы, и привлекали внимание даже республиканских СМИ. Дело в том, что за все годы независимости нет ни нормальной дороги, ни воды, ни связи в этом селе. Несмотря на то, что село находится почти в 20 километрах, да, ближе всего почти к областному центру располагается. И неоднократно обращались с этим вопросом к Акиму района Гайсабу, Жану Серксидько-Левичу. Но были даны какие-то голословные обещания. Приезжал даже зам Акима, встречался с народом. Народ там и плакал, и кричал. В итоге, по факту, сейчас дорогу сделали, но ремонтом назвать это язык не поворачивается. Воду вроде бы проводят. Проект на 800 миллионов. В селе работает один экскаватор. Причем с условием, что воду нельзя будет проводить в дома. То есть колонки также останутся на улице. То есть все это тоже на уровне обещаний. Помимо этого президент Казахстана поручил в селах с населением свыше 250 человек провести интернет. Село находится всего в 20 километрах, но элементарно для дистанционного обучения там нет никаких возможностей по интернету. Ответьте, пожалуйста, на вот этот вопрос. Спасибо. Вопрос действительно важный. Наверное, вы там давно не были или с населением не общались. Дело в том, что поселок находится в 20 километрах. Действительно так. Не было нормального сообщения с центральной дорогой. Людям для того, чтобы попасть в областной центр, приходилось ездить порядка 40-50 километров. Это поселок Заречный. Сейчас он называется Электэ. Мы в этом году начали строительство моста. В будущем году там не было моста. Там был мост. Либо зимой передвигались по льду. Летом объезжали. Мы начали строительство моста. Выделили порядка 350-50 миллионов тенге. Я думаю, что в мае месяце мы завершим. Там осталось только фундаментного, бетонной работы. И подвезти с обеих сторон асфальт. По воде. Это двухлетний проект. Мы его начали. Действительно, там в этом году, может быть, не так активно. Но я вам обещаю авторитетно, если вы мне поверите, что в будущем вопрос водоснабжения данного поселка мы закроем. По поводу интернета. Действительно, с интернетом. Для всех, для нас это было большим испытанием, наверное. Когда пандемия внесла такие серьезные коррективы. И мы все оказались, скажем так, не готовы к этой ситуации. Я в целом хочу сказать не только про поселок Заречный. В целом мы не были готовы. Но вот сегодня, благодаря тем совместным усилиям, благодаря поддержке правительства, я скажу, что процентов 95 сел сегодня у нас есть интернет. В том числе и в поселке Илекте. Это связано, прежде всего, надо было обеспечить нормальное образование детям, дистанционное образование. Поэтому большую работу провели. Если нет интернета, мы нашим детям около 5000 роутеров доставили в каждую семью. В частности, в социальную землю семьи. Адели? Ермит Бурамбай, здесь небольшая корректировка. Село Заречное – это отдельное село. А село Еректе – это бывшее село Березняковка. Абсолютно два разных села. И да, в Селезаречном строится сейчас мост. Но он находится отдельно от… То есть жителям села Березняковка придется ездить через соседнее село, в областной центр, с учетом того, что почти все село работает в городе Копшетал. Ремонт дороги сделали, ведущий в Березняковку. Из 17 километров, километра 3, наверное, только некачественным асфальтом застелили. Все остальное Советского Союза – это не голосовое. Ну, вот расстояние между Березняковкой и Заречным сколько километров? Ну, километров 6, если я не ошибаюсь. Ну, это практически одно село. Поэтому я вам объясняю. И непременно я вот вам еще раз разберусь в этой ситуации. Непременно я вам об этом расскажу. Может быть, работа была текущая. Ну, по поводу этих двух, я их как бы не разделяю, они рядом находятся, эти два села. Действительно, проблемы, они идентичные. Там практически 4 километра от одного села до другого. По поводу интернета тоже можно уточнение? Интернета нет. Да, возможно, были даны какие-то поручения, но нет интернета. Хорошо, если позволите, мы в течение часа разберемся с этим вопросом и в письменном виде вам дадим ответ, если позволите. Но можно ли рассчитывать на ваш... Если нет интернета, то я вам обещаю, мы в ближайшее время займемся этим вопросом. Почему? Потому что сегодня у нас очень хорошее понимание. И с Казахтелеком, и с Транстелеком мы серьезно работаем по этому вопросу. Поэтому, как бы, будем решать этот вопрос. Спасибо. Тогда... Спасибо. У меня второй вопрос. В Окольском районе 30 ноября пройдут первые выборы Акима сельского округа. Но, однако, среди кандидатов нет ни одного жителя села, потому что их кандидатуру отклонили по разным причинам, в том числе и за отсутствие управленческого стажа. Скажите, пожалуйста, это нарушение или нет? И как вообще должны проходить эти выборы? И дополнительный вопрос. К этому же ваше личное мнение. Не лучше ли было, чтобы село возглавлял тот человек, который там живет, ну и 24 на 7, да, как бы видеть, что в реальности происходит сейчас на местности? Спасибо. Да, я вот скажу, я разберусь с этим, скажем так, с этим назначением, посмотрю внимательно. Действительно, если на селе работает местный руководитель Акимом, конечно, это, ну это большое благо. Почему? Потому что ему уже не надо вникать в проблемы села, ему не надо знакомиться с местным населением. Он, скажем так, с первого дня будет работать, скажем так, на благо процветания данного села. Я согласен с вами. Ну вот индивидуально надо посмотреть. Действительно, у нас в некоторых селах бывает такая ситуация. Либо данный гражданин должен быть директором школы, либо он будет Акимом села, понимаете. Есть некоторый определенный дефицит кадров. Но принципиально вот по этому селу, я обещаю, я посмотрю и постараюсь вам доложить. Безусловно, местные, скажем так, кадры, они необходимы, и наша политика такова, чтобы поддерживать именно продвижение местных кадров. Ну, меритократия, вопрос меритократия. Спасибо большое. Тогда мы будем ждать от вас информации по поводу села Еликта. И надеемся, что все-таки какое-то влияние на районного Акима, Гайса Боржанова и Калиевича, вы окажетесь. Спасибо большое. В течение часа я этот вопрос вам письменно дам ответ. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за ответ, спасибо отделе. Уважаемые коллеги, я хочу попросить относиться с уважением к нашему уважаемому спикеру и не перебивать его. Следующий вопрос направили из 31 телеканала. Пишут, что 12 августа в ходе прямой трансляции вы заявили о том, что в области проводится планомерная работа по организации дистанционного обучения на должном уровне. Однако жители поселка Куши утверждают обратное. Они вовсе предложили Илону Маску стать главой поселка, чтобы он решил все насущные проблемы. Как вы решаете проблему с доступом к качественному и дешевому интернету в селе? Ну, я сегодня уже говорил, что коронавирус, наверное, изменил всех нас, изменил подходы к жизни, внес очень серьезные коррективы. Наверное, в стороне не осталось и образования. Действительно, мы в отчасти были не готовы к такой ситуации. Наверное, дистанционное обучение было знакомо больше высшим учебным заведениям, нежели нашим школьникам. Но вот так распорядилась судьба, и так получилось, что мы с колес оперативно начали решать эти вопросы. Сегодня в нашей области 555 школ с охватом 130 тысяч учеников. Из них 45% обучаются дистанционно, 55% это штатно. Как мы решили вопросы с обеспечением компьютерной техникой? В первую очередь, все компьютеры, которые у нас были в школах, мы отдали школьникам порядка 5 тысяч. Очень оперативно были выделены денежные средства с областного бюджета на приобретение 2,5 тысяч компьютеров. Кроме этого, нам очень сильно помогло правительство. Были выделены денежные средства для приобретения 23 тысяч компьютеров. Благодаря этому мы все вопросы по необходимой технике, это планшеты, это компьютеры, это ноутбуки, мы все эти вопросы закрыли. Кроме того, что если вопрос интернета, если не было интернета, то мы всем школьникам доставили роутеры. Это более 5 тысяч. Сейчас я на предыдущий ответ отвечал. То, что касается села Хоше. Действительно, по Хоше у нас очень много вопросов. То, что я говорил про Живик-жилы, еще раз хочу сказать про Хоше. Если условно у нас в 2011 году жило 7 тысяч, сегодня там проживает более 50 тысяч населения. Очень большой наш поселок, мы его называем, наверное, городом. Были проблемы с оптоволокном, сегодня Казахтелеком занимается закрытием этого вопроса. Кроме этого, мы устанавливаем 12 мачт для сотовой связи. И буквально в декабре месяц мы все вопросы по сотовой связи завершим. Но были жалобы, скажем так, в четвертой четверти прошлого года, в первой четверти, когда мы в сентябре начинали обучаться. Но сегодня я не говорю, что их нет, но я просто не слышал эти жалобы по интернету, что какие-то вопросы есть. Но такие, скажем так, села, большие, крупные в пригороде, они все на особом контроле находятся у нас. Спасибо за ответ. В этом году из-за ограничений в условиях пандемии отдых за рубежом стал недоступным. Данное обстоятельство дало возможность развиваться внутреннему туризму. Каким образом вы его развиваете, какие новые объекты строятся в Щучинско-Боровской курортной зоне? Об этом вы сказали в своем докладе, но есть ли что дополнить? Дополню, да. Развитие туризма находится, скажем так, в приоритете у нас. Почему? Это тоже целое экономическое направление. Сегодня наша область по праву входит в пятерку курортов нашей страны. Действительно, природа щедро дарила, леса, озера, горы, все у нас есть, поэтому мы очень серьезно занимаемся развитием курорта. То, что связано с пандемией. Действительно, лето началось очень сложно, было ЧП, были блокпосты. Но вот мы выработали специальное предложение для туристов, по которому они записывались, сбронировали номера. И приезжая на пост карантина, они предъявляли, скажем так, свои данные. Мы проверяли, у нас тоже свой продукт. Они проверяли, и если при наличии, скажем так, номера, то они получали, ехали отдыхать. Внутренний туризм я немножко расширю. Действительно, много, скажем так, за рубеж выехать в этом году были очень серьезные сложности. Для внутреннего туризма несколько направлений мы выбрали, о которых я не говорил в своем, скажем, докладе. То есть сам поселок очень серьезно у нас сегодня развивается. Это инженерные сети, это строительство новых коммуникаций. Кроме этого, большой, скажем так, спектр работ у нас проводит компания BI Group, которая проводит строительство жилищного комплекса, променад Бурабай. Кроме этого, на озере Тикиколь, это возле озера Чебачи, 230 гектаров. Там развивается большой город. Швейцарцы у нас там являются нашими инвесторами. Третье направление, 8 гектаров земли, взяли арабы, строят там туристические объекты. То есть, несмотря на пандемию, все идет, к туризмам развивается, в это направление, скажем так, усиляется. Но что, скажем так, негативного принес наш внутренний туризм? Все, наверное, прекрасно помнят, я должен об этом, наверное, сказать сегодня, это озеро Кобейтус, наше розовое озеро, таких озер в мире всего три. И вот об этом озере действительно мало кто знал, но вот благодаря тому, что все дома сидели и начали осваивать Акмолинскую область, все, что поближе к столице, ну, все, что там было, вы прекрасно помните, варварское где-то, наверное, отношение. Ну, там проявили в высшей степени бескультурия некоторые наши граждане. И вот после каждого приезда мы убирали гору мусора, к сожалению, не такие факты у нас были. То пока не обратил внимания на эту ситуацию глава государства Асмшимарт Кемилыч, он вообще запретил, мы закрыли данное озеро. Сегодня мы делаем документацию, чтобы это озеро стало особо охраняемым. Такая же ситуация у нас была на озере Силита. Люди приезжают, отдыхают. Это новое направление тоже для туризма было. Но, к сожалению, после каждого отдыха для нас это большая проблема привести в порядок озеро. Поэтому просьба всех, и зимний туризм тоже самое, смотреть, ухаживать. Все это, скажем так, надо ставить нашим потомкам, нашим детям, для того, чтобы они тоже могли возможность любоваться тем, чем нас одарила природа. Спасибо за ответ. Тамила Языкова, закон КИЗ. Пишет, что в сентябре в некоторых регионах был введен карантин из-за птичьего гриппа, в числе которых оказалась и Акмолинская область. Какие профилактические мероприятия проводились? Есть ли на сегодняшний день угроза новой вспышки? Такой год у нас интересный, 20-й год, и птичий грипп там прошел тоже, да, которого давно не было, по сути. Он затронул много регионов нашей, скажем так, республики, в том числе нашу Акмолинскую область, но не в той мере, как другие области. У нас, скажем так, подвержено заболевание было 2500 голов, которые мы, птицы, которые мы затем утилизировали. Они у нас были обнаружены в 18 поселках. Мы выставили карантинные посты, оперативно ликвидировали все очаги. И вот, кроме этого, я думаю, наша главная, скажем так, победа вот в этой борьбе с птичьим гриппом, то, что мы не дали возможность проникновения данной инфекции на территорию птицефабрик. И вот, к сожалению, некоторые области с этим столкнулись. Вот у нас 7 птицефабрик, ни в одной не было птичьего гриппа. Поэтому такую большую работу мы провели. Здесь большое спасибо на сказать государству. Вовремя нам всем была доставлена вакцина, от которой мы проинфицировали всех наших птиц, в частности, на птицефабриках. Прямо сейчас с нами на связи Асель Турар, Ахмулань Юс, Асель. Добрый день. Здравствуйте, Ермей Буранбаевич, здравствуйте, участники брифинга. У меня два вопроса. На месте древнейшего захоронения бегозы Дандыбаевской культуры строится коттеджный городок для депутатов. Покомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. И второй вопрос касается статистики по заболеванию детей коронавирусной инфекцией. Спасибо. По коттеджному городку для депутатов, эта новость так облетела, где-то в начале ноября месяца. Но хочу сказать, что вообще по сути коттеджного городка для депутатов нет. Нет у него такого городка, у нас он не строится. На том месте, в котором было указано строится индивидуальное жилье строительство, люди строят там дома. И, скажем так, артефакты, которые были найдены, мы потом создали специальную комиссию, комиссия выезжала авторитетная. Среди них были историки, этнографы, которые внимательно все посмотрели, где нашли данный артефакт, даже не на территории данного коттеджного городка. Но, тем не менее, летом мы отправляем туда, уже погодные условия несколько помещали, мы отправляем туда еще одну делегацию, которая будет предметно смотреть, что за артефакт, откуда он там у нас появился, и, возможно, какие-то раскопки мы проведем. Но депутатского коттеджного городка, такого понятия нет у нас. Второй вопрос по статистике заболевших коронавирусной инфекцией детей. По коронавирусной инфекции детей 68 детишек у нас заболело. Но основные проблемы, которыми столкнулись наши дети, это дома заразились, это бытовое заражение. В школе заразилось 22 ребенка, 68 минус 22, 44 ребенка заразились дома. По каждому ребенку мы отдельно разбираемся, смотрим, очагов к нашей радости на сегодняшний день нет. Спасибо. Асель, есть ли уточнение у вас? Нет, спасибо за ответ. Нет. Ахмед. Международное информационное агентство Казанфорб, Акпута Кузекпай, Акиму Акмолинской области. Вопрос. Во многих регионах Акмолинской области имеется проблема отсутствия санкционированных полигонов для твердых бытовых отходов. Как решается данная проблема? Буквально сегодня мы обсуждали этот вопрос с министром Махзом Маратовичем Розагалиевым именно вокруг наших крупных поселков, вокруг города Кокшетау. Сегодня мы, если будет возможность, мы сегодня выедем в поселок Коянда, посмотрим, там стихийная свалка большая появилась. Надо будет по ней тоже принимать решение. Уже испокон веков такая ситуация у нас сложилась вокруг города Кокшетау, вокруг наших районных центров, вокруг нашей столицы. Как приходит весна, вырастают огромные горы мусора, к сожалению. Хотя у нас есть и организованные полигоны для твердых бытовых отходов. Но вот это больше, наверное, морально, скажем так, нравственная сторона вопроса, более этическая сторона вопроса. Мы, скажем так, с этим очень серьезно боремся и с местной полицейской службой. Но всех не победишь здесь, конечно. Здесь нужно, чтобы, наверное, в культуре каждого человека было. Мусор надо собирать, мусор надо перевозить, надо его увозить туда, где он должен быть. Вот в целом по ТБО вопрос был задан. Хочу сказать, что мы сегодня, немножко вопрос подзапущенный такой был, да. Сегодня мы изготавливаем, изготовили семь проект с меддокументацией на ТБО. Это, в частности, Бурабайском районе, где нет ни одного, скажем так, узаконенного полигона. Это Зерендинский район, это Акульский район, это город Кукшетау. То есть вот такие крупные населенные пункты. Мы сегодня будем строить там нормальные полигоны. Сегодня проект с меддокументацией готова. И кроме того, что это будет полигон, мы будем ставить сортировку и переработку. По аналогу Нур-Султана, по аналогу других городов, эту работу мы вместе будем проводить. Уже договоренности с правительством есть, поддержка есть государственная этому, скажем так, направлению. Будем двигаться. Мусор надо собирать, его надо утилизировать, либо надо его перерабатывать. Это тоже целое направление в экономике, если нормально, скажем так, по-хозяйски, к этому вопросу рационально подойти. Спасибо за ответ. На очереди Мирлан Алтымбек с телеканала Хабар 24. Добрый день, пожалуйста, ваши вопросы. Салима, суба. Салиме тебе. Менде Манадай Сурак. Жалпамына Велерданның әргесіндері кишкентай жанага аулдар көпко. Соның ішінде қызыл суаттеген аул варекен. Сумен қамту жанага электржелесімен қамту жол мәселесі қашан чешле. Сумен қызыл суаттеген аулыға көпір сау-ңыз. Салым, я уже говорил, сколько денежные средства выделяется при столичной зоне. И просто напоминаю, что с 2011 года мы провели 125 мероприятия, порядка 90 миллиардов тенге, только по комплексному плану развития пригорода Нурсултана. Кроме этого, еще за счет бюджетных средств, кроме этого плана, было выделено более 10 миллиардов тенге. Плюс к этому, последние два года, скажем так, правительство поддержало программу окраины крупных городов. То есть такие колоссальные денежные средства сегодня направлены. Благодаря этому сегодня построено 13 школ, 9 детских садов, 650 километров электросетей. Я почему эти цифры знаю, потому что я каждый день с этими цифрами занимаюсь. Более 700 километров дорог. Если говорить конкретно про Хазалсуат, действительно там у нас, скажем так, очень большой пласт серьезных проблем получается. Сегодня там были очень серьезные вопросы по энергоснабжению. Мы в течение двух лет, это 18-19, в прошлом году обеспечили основную часть, это 150 домов электричеством. Обратная ситуация, эту сторону мы обеспечиваем, но вырос еще небольшой микрорайон. Мы начали сегодня изготавливать проект сметную документацию для того, чтобы этот микрорайон тоже охватить электроснабжением. То, что касается дорог, сегодня мы сделали проект сметную документацию, вот в будущем году, в 2021 году мы заходим, капитально отремонтируем порядка 20 километров дорог. То, что касается водоснабжения, этот вопрос самый сложный, скажем так, у нас со стороны Караганды будет идти ветка водоснабжения на город Нусултан, мы будем ждать строительства данной ветки. В 2022 году, только в 2022 году у нас появится качественное водоснабжение поселка Хозулсават. То, что касается... Кош-шатуралы... 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 Наряду с этим... А, все понятно, да, я понял. Вопрос очень серьезный, вопрос, скажем так, который беспокоит всех. Я сегодня уже говорил, что там проживает более 50 тысяч населения. Этот вопрос лично глава государства, руководитель правительства держит на особом контроле. Мы много раз собирались, у нас уже, скажем так, финансовая часть, экономическая часть данного поселка почитана. Но мы отложили данный вопрос до прохождения национальной переписи. Нам нужно конкретно разобраться, сколько населения там проживает. То есть по хозяйственной книге у нас там проживает 36 тысяч человек, по обходу у нас проживает 60 тысяч человек, по, скажем так, коммуникации мы заказывали, по телефонам там проживает 55 тысяч человек. Нам надо конкретно определить, сколько человек проживает. Исходя из этого, мы примем решение. Ну, в связи с тем, что пандемия, перепись перенесли на будущий год, я думаю, что если все будет в порядке, то мы... Этот вопрос, он просто дело времени. Продолжение следует... Наш завод никакого отношения к производству некачественных ИВЛ не имеет отношения. Я уже сегодня говорил, 800 аппаратов ИВЛ мы, скажем так, произвели. Из них сегодня 650 уже находятся по нашим медицинским учреждениям. Ни одной жалобы к нам не поступало. То, что касается бизнеса, наших ограничений, вопрос действительно очень серьезный, очень важный. Для нас сегодня очень важно, знаете, выбрать баланс между заболеванием, между карантинными мероприятиями и деловой активностью нашего бизнеса. Вот между вот этими двумя, на самом деле, у нас очень большая, скажем так, постоянная дилемма. Но бизнес мы поддерживаем. Почему? Потому что за бизнесом у нас тысячи-тысячи работников. Тем более столько поручений по развитию малого и среднего бизнеса. Поддержку бизнеса мы должны оказывать. Поэтому мы всегда на площадке экономики встречаемся. И главный санитарный врач у нас там дает пояснение. Сегодня, когда мы, скажем так, ужесточаем ситуацию, но тем не менее даем возможность работать нашим ресторанам. Сегодня, кроме воскресенья, у нас, скажем так, на Унос они работают, наши рестораны и кафе. А все остальные дни до 20.30, до 8.30 они работают. В связи с тем, что в 21.00 уже прекращается автобусное сообщение. Поэтому вот этот баланс мы должны соблюсти. Ермей Гуранбаевич, позвольте на этом завершить пресс-конференцию. Наша пресс-конференция подошла к концу. Я благодарю вас за предоставленную информацию и желаю достичь всех поставленных вами целей. Спасибо, Маржан. Спасибо всем за поставленные вопросы. Уважаемые коллеги, не озвученные вопросы мы предоставим пресс-службе Акима Акмолинской области. И ответы будут предоставлены до конца рабочего дня. Спасибо. 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 Спасибо.